шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и в этот шаббат мы читаем недельную главу тора т.ц.в. на горе синаи у нашего народа был грандиозный невероятный опыт бог открылся нам полностью и в невообразимой близости согласно древной традиции всякий раз когда всевышний дело заявления они погибали ибо человек не может постичь бога и остаться живым однако похоже что всегда было возрождение чтобы они смогли услышать следующую из десяти заповедь каждый из них пережил интенсивной встречи со всевышним у подножья горы синаи три тысячи триста тридцать три года назад евреи хотели сохранить это чувство это сверх чувство встречи со всевышним будущем станет возможным с киний мешкань сделайте мне святилище дабы мне обитать среди вас глава этой неделе снова заканчивается этим вступительным предложением из главы трума прошлой недели получается что создание святилища в пустыне имела своей целью чтобы бог будет обитать между людьми как бы странно это не звучало синайское восприятие происходило в царстве каждого и всегда было доступно это ощущение созданное этим путешествовала с ними по всю бог явил свое присутствие на горе сина и где была открыта и представлена тара слава бога пачила так сказать на горе сина и и облака покрывала его после завершения строительства святилища существует идентичное обозначение ибо облака всевышнего покоилась на скине зданий днем а ночью внутри было непрерывное пламя огня видимое всеми евреями во всех их жилищах жилой дом был задуман как путешествующая гора сина и где на протяжении всего времени жила вдохновение всевышнего какая духовная роскошь в этой непроходимой и негостеприимной пустыне давайте быть гостеприимными любить людей и помогать им шаббат шалом будьте здоровы ваш раввин каплан